Здравствуйте! Меня зовут Эльмира, мне 21 год. Я родилась в Москве, в семье, где мать православная, а отец мусульманин. Моя бабушка была даже дочерью Мулы. При этом все они были нерелигиозны. В моей жизни было много испытаний, например, проблемы с родителями, болезни, нищета. С некоторыми проблемами мне удалось справиться самой. Но не все так просто принять и простить. Хотя я крещена, но о православии знаю очень мало. Но я понимаю, что жить без Бога тяжело. Мне хочется верить, но многое непонятно и смущает. Почему в церкви так странно и агрессивно относятся к инакомыслию, например, к феминисткам и представителям ЛГБТ? Да и какая разница, какой конфессии принадлежит человек, если он живет нравственно? В исламе, например, считается, что иконы и мощи – это пережитки язычества. Разве существование святых не противоречит концепции единого Бога, в которую вроде бы верят православные? Об этом мне бы хотелось поговорить со священником. Я из мусульманской семьи. Меня растила бабушка, которая даже была дочерью Мулы. И в исламе считается, что мощи, святые – это пережитки язычества. Ну, и если посмотреть с позиции историка, на которого я учусь, так оно и есть. И не противоречит ли наличие святых в принципе концепции единого Бога, в который верят, собственно, православные? Христианство, православная церковь, зиждется на священном писании. То есть основная книга, основные правила поведения, основная наша вера, она, в общем-то, зафиксирована в священном писании, которое называется Евангелие, Библия. Евангелие – это основная часть Библии. И в Евангелии мы можем с вами прочитать, что мы призваны быть святыми. Я прям цитирую апостола. Кто такой святой? Человек, который обоживается. Бог, в христианстве мы говорим, он становится человеком для того, чтобы человек стал Богом, то есть святым. От того, от кого, ну, скажем так, по простонародию исходил бы, в общем-то, этот свет. И вот эта святость, она должна быть чем-то засвидетельствована. Свидетельствуется эта святость верой в Бога, в христианстве, во Христа, в Святую Троицу. В других верованиях святых не может быть. Ни в язычестве, ни в мусульманстве, ни в иудействе, ни у кришнаитов, ни у буддистов. Ни у кого нет святых. И с этим я действительно согласен. Если смотреть с позиции именно кришнаитов, иудеев, то действительно, это, в общем-то, ну, скажем так, неуместная позиция. Но в нашем случае это уместно. Кто такие святые для нас, для христиан, для православных? Это тот образец жизни, который, в общем-то, нам дар для того, чтобы мы, ну, хоть немножечко как-то изменились к лучшему. Чтобы мы преобразились. Чтобы мы, взирая на другого человека, который прожил жизнь достойно в трудностях, в лишениях. Кстати, в христианстве больше всего святых мучеников. Те, которые подверглись мучениям, истязаниям, но не предали свои веры, не отступили, не стали предателями. И они тоже нам ставятся в пример. Церковь насчитывает несколько тысяч святых. Но это не все те, которые вошли, стали святыми. Это только те, которые нам даны в пример. Когда мы воздаем честь святому, это не значит, что мы ему поклоняемся. Когда мы воздаем честь святому, мы воздаем честь Богу, который преобразил его, который изменил его. И мы готовы, в общем-то, как бы пройти этим путем. Конечно, не получится. Ты будешь абсолютно права, если скажешь, ну, дважды в одну воду войти невозможно. Действительно, невозможно. У каждого свое. Но решимость и возможность есть. Я не могу себя сравнивать с Богом. Я не могу себя сравнивать со Христом. Я хочу быть на Него похожим. Но я сразу заранее скажу, нет, это для меня невыполнимо. А вот если рядом со мной живущий человек святой, ну, к примеру, Мария Египетская. Есть такая очень известная христианская святая, которая была блудницей, такой очень свободной поведения женщины, да. И вдруг ее сердце коснулся Господь. И она стала изменяться, она стала преображаться, она стала, захотела быть другой. Вот это мне очень близко. Я очень плохой человек. И, значит, и у меня может также получиться, я хотя бы чуть-чуть соприкоснусь с этим. Поэтому в христианстве святость, она не затмевает Бога, она, наоборот, подчеркивает его силу, его любовь. Раз есть люди, которые смогли стать святыми, смогли обожиться, смогли войти в его радость, смогли войти в Царствие Небесное, значит, этот путь открыт. Значит, этот путь для меня. Мы с тобой находимся в храме, вот здесь, куда не посмотри, везде, в общем-то, святые, да. Я хотел бы, чтобы они были моими друзьями. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Я бы очень хотел, чтобы они были моими друзьями. Но я должен буду стараться многое, что в своей жизни изменить, чтобы быть на них похожим. Если Бог есть, то какое Ему дело, какой религии или конфессии принадлежит человек? Разве недостаточно быть просто хорошим человеком? Почему обязательно нужно креститься именно в православную церковь, а не, например, остановиться католиком или мусульманином, чтобы Бог тебя признал? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, а вопрос абсолютно возникает у всех и всегда, у верующего и неверующего человека, достаточно ли быть просто хорошим человеком? Церковь сразу говорит, недостаточно. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны с тобой разобраться, а кто такой хороший человек? Вот в твоем понимании, кто он такой? Ну, в моем понимании, хороший человек — это тот, кто в первую очередь не причиняет зла другим людям и, в принципе, ведет такой образ жизни, который способствует и его какому-то, ну, не только материальному, но и духовному обогащению, и при этом обогащению других людей. То есть я имею в виду человек, который помогает другим людям, который не только своему эгоистическому интересу следует, но при этом и он не просто живет там, прожигает жизнь, но и стремится полностью реализовать свой потенциал. В современном мире есть очень известный австралийский ученый Стивен, который придерживается, ну, он популяризатор абортов, причем не только в очереве, но и после уже родовых абортов детей. То есть ребенок родился, и он может быть, скажем так, убит. Причем эту доктрину поддерживал и очень известный такой физик Хопкинс, который тоже, в общем-то, был сторонником убийства детей после рождения. Но на самом деле они были очень добропорядочными соседями. Они не судились с соседями из-за каких-то, в общем-то, границ территорий. Они здоровались со всеми, это было их, наверное, кредо. Они являются хорошими людьми? Ну, я не приемлю постнатальный аборт, о котором вы говорите, поэтому для меня эта позиция странная, конечно. Значит, быть хорошим человеком, в чьем понятии быть хорошим человеком? Ведь если мы сейчас с тобой, допустим, я не приемлю аборт, я считаю, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Ну, это моя позиция, да, и позиция церкви. И когда ты смотришь на те видео, которые на поздних сроках расчленяют ребенка во чреве матери, да, как ручки, ножки отрезают, да, как он сопротивляется, убегает от этих инструментов, мне кажется, там уже все-таки человек полноценный. Я это исповедую, да. Но я сразу встаю в противоречии большому количеству людей. Ты посмотришь, что сейчас, допустим, творится, да, в мире, особенно в западном мире, допустим, по поводу смены пола. С двух лет можно уже определиться со своим полом. С профессией еще нельзя определиться, а вот с полом уже можно определиться. Понимаешь, дело в том, что понятие «хороший человек» мы должны от чего-то отталкиваться. Что такое хорошо и что такое плохо. У нас должна быть единая система ценностей, чтобы определить, достаточно ли быть хорошим человеком. Определить, что такое хорошо, что такое плохо, человек сам по себе не может. Значит, ему должен определить это сам Господь. Где это только может быть? Это может быть в Священном Писании. Когда человек приходит в церковь, да, он не должен изменить церковь под себя, он не должен говорить, здесь вот это неправильно, это неправильно, да, зачем креститься, зачем то, все, пятое-десятое. А он должен изменить себя под церковь. Вот тогда человек правильно приходит в этот мир. Для чего креститься? Крещение – это согласие следовать за Богом. В понятие христианской, в нравственности, логике, ну и вообще христианской православной жизни. Какая разница Богу, как его почитают? Ну, я не думаю, что и тебе была бы большая, в общем-то, разница, как тебя почитают. У тебя, я не знаю, мечтаешь, не мечтаешь о большой семье. Вот чтобы там много таких маленьких, замечательных детей бегало, обнимало тебя, целовало и говорило, «Мама, как я тебя там люблю!» Но все они будут абсолютно разные, вот абсолютно разные. Да, но в какой-то момент один из них обязательно скажет, «А ты не моя мама, моя мама, другая тетя, потому что она более добрая». Я видел, как она дает своему сыну конфету какую-нибудь, да, которую ты маме не даешь. И все внимание почитание будет сосредоточено там. Если быть честным, то все конфессии совершенно по-разному, скажем так, воспринимают Бога. Одни воспринимают Бога именно с той позиции, что он заботится только об одном сообществе, ну, допустим, иудеи, да. Ведь если ты не иудей, ты, в общем-то, не можешь быть, скажем так, верующим человеком. Ты можешь быть, там, празелитом, ты можешь быть еще кем-то, но верующим человеком ты не можешь быть. Или, допустим, в буддизме, нирвана, да. Если бы мы с тобой были буддистами, не приведи Господь, мы бы с тобой в какой-то момент вообще бы растворились. Ну, ты как историк это, в общем-то, знаешь. Мы должны были дойти до нирваны, до всеобщей, и вот там где-то в этом кануть. Это тоже, в общем-то, неприемлемо для человека. Мы с тобой личность, мы с тобой рождены здесь, в этот мир, и, в общем-то, должны остаться на всю жизнь личностью. Мы ни с кем не соединимся, мы не растворимся, мы можем быть преображенными. И вот если быть честным и вот так последовательно исследовать все религии, то все равно в конечном итоге человек заходит в православный храм. Заходит и там остается. И меняет себя именно под то, о чем говорит Библия, о том, о чем говорит Священное Писание, Евангелие. Человек становится верующим человеком. Причем в Евангелии там все очень просто. Там все говорится о любви, но о любви не такой вот страстной, да, охи-вздохи под луной, как это принято говорить, а о любви радостной, благодарственной и жертвенной. Вот три этих момента очень важны в любви. И как любить, об этом говорит Евангелие. В жизни каждый человек сталкивается со злом. Если Бог есть и Он всемогущ, почему Он с этим ничего не сделает? Ни обезьянки, ни амебы, ни дерево, ни дьявол, ни ангелы. Только Бог и человек. В церкви, служители церкви, я позволяю себе вот некоторые агрессивные и осуждающие высказывания в адрес, например, феминисток или представителей ЛГБТ-сообщества. Вот лично мне, да, по большому счету должно быть все равно. Почему дети, например, должны страдать с детства, и Бог это игнорирует? Мы не можем все примерять на себе. Есть две заповеди. Возлюбие Бога и ближнего своего, как самого себя, которые предполагаются главными. Вот для церкви, для священника они все равно остаются людьми. Есть две заповеди. Возлюбие Бога и ближнего своего, как самого себя, которые предполагаются главными. Это заповеди Христова. Но почему тогда, если сказано, возлюбие ближнего своего, как самого себя, в церкви, служители церкви, я позволяю себе вот некоторые агрессивные и осуждающие высказывания в адрес, например, феминисток или представителей ЛГБТ-сообщества? Где здесь принятие, где диалог? У вас были случаи, когда люди приходили, каялись в нетрадиционной сексуальной ориентации? Что вы им говорили? Самый главный вопрос – это принятие. Принятие, где оно? Мне очень понравилось, честно говоря, как ты это сформулировала. Мы с тобой прекрасно понимаем, что есть человек, и есть или праведность, или греховность. В православии очень важно разделить человека от греха. То есть мы, ну, к примеру, я тебе могу сказать такую вещь, что ты задала про ЛГБТ вопрос. Вот прямо на его примере мы и скажем. Церковь выступает против нетрадиционных сексуальных взаимоотношений. Против ЛГБТ, против, скажем так, неестественного состояния феминизма такого. Почему? Потому что нам по большому счету, вот лично мне, да, по большому счету должно быть все равно. Слушайте, это вот они, они будут отвечать и так далее, и тому подобное. То же самое там про бездомность, то же самое про наркоманию, игроманию, пьянство. Это их проблемы, а не мои проблемы. И мне, по большому счету, должно быть все равно. Но мне не все равно, потому что мне жалко тех людей, которые находятся в этой игромании. Мне не все равно, потому что мне жалко тех людей, которые уничтожают себя вот этими нетрадиционными взаимоотношениями. Мне не все равно, когда человек, в общем-то, себя чем-то другим таким уродствует. Я вижу, что он идет, скажем так, в общем-то, в тупик. Я думаю, если человек сядет напротив тебя и начнет тебе доказывать, что земля плоская, тебе же тоже будет, в общем-то, не все равно. Ну, по крайней мере, ты хотя бы скорую вызовешь, да, в общем-то, чтобы ему как-то помогли в этом плане. Точно так же и здесь. Церковь ненавидит грех, но любит грешника. Вот здесь очень важный момент. И мы, да, действительно, иногда очень эмоционально можем говорить о каких-то вещах. Да, иногда человек, который вляпывается в какие-то вещи, ну, там, не знаю, ребенок вывозился в каком-нибудь мазуте, гудроне, да, и вот теперь его мама там моет, щипит ему глаза, стрижет на лосо, да, потому что вот там он весь такой вот никакой, трет его там мочалкой, щеткой и там подобное. А ребенок, ты не представляешь, как будет визжать, как он будет орать, как он будет ругаться на маму. А может, ты представляешь, может, у тебя тоже было бурное детство, и ты тоже, в общем-то, попадала в такие ситуации. Что, мама ненавидит свое чадо? Нет. Наоборот, любит. Наоборот, в общем-то. Или когда болеет ребенок, ну, он не понимает, не соображает, что то или иное, в общем-то, нельзя. Его там ограничивают. Это что, мама ненавидит свое чадо? Нет. Мама, наоборот, заботится. Точно так же и церковь. Она любит человека. Да. И ко мне приходят всякие люди с нетрадиционными, в общем-то, направленностями. И приходят люди, которые меняют пол там и так далее, которые уже поменяли пол и там подобное. И они все равно остаются людьми. Вот для церкви, для священника, они все равно остаются людьми. Да, может быть, мы не рекомендуем с ними общаться, чтобы не заразиться вольностью. Не свободой, а вольностью. Вот, вольность, она всегда уничтожает. Свобода возвышает человека, свобода от греха, потому что когда-то независим. А вольность, она, наоборот, закрепощает человека. Поэтому вот здесь я могу тебе честно сказать, мы любим каждого человека. Мы любим каждого человека. Но мы ненавидим грех. Я сейчас говорю от имени церкви. И мы будем бороться, конечно, с теми грехами, которые есть в этом мире. Мы будем говорить, что воровать нельзя, это плохо. Что врать нельзя, это плохо. Что свободные взаимоотношения, это плохо. Ну и так далее, там подобное. Мы будем обязательно говорить. Но мы ни в коем случае не будем уничтожать того человека, который будет приходить к нам. В жизни каждый человек сталкивается со злом. Например, я с детства сталкивалась с психологическим и физическим насилием. А многие люди переживают войны, катастрофы. Если Бог есть, и Он всемогущ, почему Он с этим ничего не сделает? Почему дети, например, должны страдать с детства? И Бог это игнорирует? Раз Он волен, по идее, если Он всемогущий, может это как-то исправить? Ну вот здесь вопрос о всемогуществе сразу возникает. И может ли Он, воспользовавшись этим всемогуществом, исправить? Может ли Бог создать камень, который не сможет поднять? Нет, не может. Он не делает вещей, которые, в общем-то, не ведут к какой-то бессмыслице. И это очень важный постулат в нашем разговоре с тобой будет. Потому что мы сейчас говорим о все том же зле. Зле, которое, в общем-то, присутствует в мире. Что такое зло? Нам надо немножечко разобраться. Зло – это действие. Действие может совершать только какая-либо личность. И творческое действие, потому что всегда зло – это какое-то творческое действие. Добро – творческое действие, зло. Но действие – это всегда какое-то творчество. И это может совершить только личность, свободная личность, которая умеет творить. В этом мире только две свободных личности. Это Бог и человек. Никто другой, ни обезьянки, ни амебы, ни дерева, ни дьявол, ни ангелы. Только Бог и человек могут что-то творить новое в этом мире. С какой стати человек может творить новое? У него свободная воля. Если бы Бог сделал нас ограниченными, ну, допустим, Он бы ограничил нас не творить зло, тогда мы не были бы с тобой свободны. Ты сама прекрасно понимаешь. Некоторые творят зло, и им это нравится. Они себя оправдывают в этом зле. Я не буду говорить сейчас там ужасное зло, не ужасное зло. Вот просто какое-либо зло. И страдание другого человека – это не просто акт творчества другой личности, другого человека. это еще и свидетельство, ну, скажем так, падения всего этого мира. То есть, ты сказал о себе, что тебе в жизни было очень трудно, катастрофически трудно. То есть, страдание – это не просто бессмысленное какое-то событие в жизни человека. Страдание – это всегда следствие чего бы то ни было, следствие жизни, там, в данном случае, там, твоих родителей, или следствие действия каких-либо других. И вот в твоей ситуации ты можешь продолжить этот несчастный случай. Тебя воспитали в каких-либо жестких рамках, которые, в общем-то, тебя просто прям там ломают, укоряют и там подобное. Ты можешь это передать своим детям дальше, да? А можешь наоборот, можешь измениться, можешь переломить этот ход событий и тем самым изменить даже ход событий для своих, там, в общем-то, близких людей, от кого ты там принимала страдания. Страдания, они всегда являются временными. Мы должны это прекрасно понимать. Вот. И Бог не дает страдания больше сил человека. Мы, когда видим, что кто-либо там порезался, да, мы, нам всегда кажется, о, как это больно, потому что наши болевые ощущения, они совсем другие, чем у того человека. И вот здесь мы не можем все примерять на себя. Мы можем не допустить зло в этом мире, и мы обязаны с тобой это сделать, как люди. Но страдания будут до последнего момента, пока человек, в общем-то, живет. Потому что человек, к сожалению, подвержен сам греху, подвержен сам, в общем-то, тому злу, который он некогда впустил в себя. Мы вот с тобой так какое-то время провели. Пытался рассказать немножечко тебе о Боге, но, наверное, со своей стороны. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с тобой встретились не на телекране Спаса, а уже в храме. В храме будет желание? Приезжай. Хорошо. Будет желание? Хорошо. Спасибо. Задавай вопросы. Вопросов будет еще больше, на самом деле. Человек, который переступает порог храма в любом возрасте, будь то ребенок, будь то уже старый человек, у него возникает очень много вопросов. Меня это, кстати, очень всегда поражало, когда пожилой человек, уже умудренный опытом, и вдруг поверил в Бога лет 80, и вдруг у него вопрос, как у младенца, и вдруг у него открываются какая-то жизненная сила, как у какого-то там подростка, и он совершенно себя по-другому ведет. Церковь делает человека молодым, но мудрым, чего тебе и желаю. Спасибо. Спасибо.